Пребывание иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации является законным, если он соблюдает установленный порядок регистрации, передвижения, выбора места жительства, не уклоняется от выезда из страны по истечении срока пребывания. В данном случае можно говорить о правовом режиме иностранных граждан или лиц без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, пребывающих в ней или осуществляющих транзитный проезд через ее территорию. С вами программа «Вызов принят». Здравствуйте! Под организацией незаконного пребывания в Российской Федерации понимаются любые действия, направленные на обеспечение нахождения другого лица на ее территории без паспорта или документа удостоверяющего личность, визы, миграционные карты с регистрацией в установленном законном порядке, вида на жительство или временного разрешения на проживание на территории Российской Федерации. Согласно статье 2 Федерального закона 25 июля 2002 года номер 115 ФСЗ о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданинам признается лицо, прибывшее в страну на основании визы или в порядке, не требующем получения визы и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешение на временное проживание. Временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданинам считается лицо, получившее разрешение на такое проживание. Постоянно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданинам признается лицо, получившее вид на жительство. Особенности временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации регулируются статьей 5, приведенного выше федерального закона. в которой в частности отмечается, что срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. Это когда граждане России регистрируют или ставят на миграционный учет иностранных граждан без намерения предоставлять им жилое помещение. То есть многие люди таким образом пытаются заработать деньги. Мы никому не воспрепятствуем в этом. Пожалуйста, человек делает свой выбор, он имеет на это право, но потом точно так же наступит наказание. Как это происходит? Мы ставим на миграционный учет иностранных граждан и тут же сообщаем в органы полиции территориальные о том, что вот такому-то адресу проживает очень много народу. Участковые выходят с проверкой. Это не значит, что не надо их к себе ставить на миграционный учет. Если у вас действительно живут эти иностранные граждане, может быть, вы квартиру им сдаёте, 5 человек, они проживают. Пожалуйста, это ваше право, пусть они у вас живут. Но если никто не живёт, если соседи говорят, что мы ни одного иностранного гражданина не видели, то в отношении граждан России возбуждается уголовное дело. Штраф от 100 тысяч рублей. Поэтому не рекомендуем заниматься эффективной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. Работа огромная ведётся по этому направлению. Также, какие бывают у нас ещё случаи по возбуждению уже уголовных дел. Это мы всё с вами до этого говорили про административные правонарушения, но возбуждаются даже уголовные дела. Например, иностранный гражданин выдворен. Каким-то образом он въехал вновь. В век наших информационных технологий нам это очень легко установить. И, конечно, мы выявляем, что иностранный гражданин был выдворен. Он не может в течение пяти лет въехать в Россию вновь. Он въехал. Здесь возбуждается уголовное дело за незаконное пресечение границ. Незаконным транзитным проездом признаётся такой проезд, который осуществляется с нарушением правил, установленных соответствующими федеральными законами и иными нормативными актами. Организацию незаконного транзитного проезда представляют собой любые действия лица, направленные на обеспечение пересечения государственной границы Российской Федерации другим лицом. Проезды им её территории и повторное пересечение границы Российской Федерации тем же лицом без паспорта, визы, миграционные карты с регистрацией, в установленном законном порядке или вида на жительство, или временного разрешения на проживание на территории Российской Федерации, Оказание помощи транзитным мигрантам, транспортом, обеспечение поддельными документами, сокрытие от таможенных органов. По данным Государственной информационной системы миграционного учета, ежегодно в Россию въезжает порядка 14 миллионов иностранных граждан. Около 80% из них составляют граждане стран-государств, участников СНГ. На территории Российской Федерации на сегодняшний день находится более 10 миллионов иностранных граждан. Из них 42% пребывают с различными целями, не связанными с осуществлением трудовой деятельности. 17% законно работают на основании разрешения на работу или патента. Данные системы миграционного учета говорят о том, что 21% находящихся в стране иностранцев превысили срок законного пребывания. Они могут работать нелегально, соответственно, не платя налоги. Необходимо отметить, что эти лица въехали в нашу страну законно и, следовательно, в основном в России мигранты совершают два вида нарушения миграционного законодательства. Превышение установленных законом сроков пребывания, несоблюдение установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В ряде случаев гражданами государств участников СНГ во время их пребывания в России не соблюдается заявленная цель въезда. В миграционной карте указывается частное или туризм, а фактически иностранец въезжает для работы по найму. При этом в целом трудовые мигранты составляют не более 7% от всех занятых в экономике. Так, по данным Росстата, численность экономически активного населения составляет 75 миллионов 440 тысяч человек, в том числе занятого в экономике 69 миллионов 804 тысячи человек. Остается у нас проблема – это нелегальные миграции. Много-много иностранных граждан, которые не хотят вставать на миграционный учет, пытаются обмануть государство. И с такими, конечно, нам приходится бороться, проводим всякие рейды, выявляем эти административные правонарушения, наказываем граждан. Работа проводится у нас огромная. А если говорить об основных методах наказания и борьбы с такими нелегальными мигрантами? Расскажу, да, конечно. Потому что получается такая ситуация у нас, что один иностранный гражданин виноват быть не может. Всегда рядом с ним виноват еще и гражданин России. Ну, например, разберем ситуацию. Не иностранный гражданин проживает без регистрации. Но он же где-то живет. Иностранного гражданина, которого мы выявили, который проживает без миграционного учета, составляем протокол об административном правонарушении. Статья это 18.8 КОАП РФ. И за нарушение этой статьи предусмотрена санкция выдворения. То есть иностранный гражданин выезжает и в течение пяти лет не имеет права въехать. С 2004 года в российском уголовном законодательстве была введена ответственность за организацию незаконной миграции. Статья 32.21 Уголовного кодекса Российской Федерации. В докладе генерального секретаря ООН на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой проходил диалог высокого уровня по миграции, было отмечено, что одной из причин незаконной миграции становятся бюрократические процедуры. В России одной из таких процедур была регистрация иностранных граждан по месту жительства, которая требовала многочисленных согласований и была практически невыполнимой. Ее указом президента 5 апреля 2016 года, многие, наверное, знают, была ликвидирована Федеральная миграционная служба. А ее функции переданы Министерству внутренних дел. То есть теперь мы стали сильнее, мы стали силовой структурой. И, конечно, мы взаимодействуем с органами Федеральной службы безопасности, с органами прокуратуры. Очень много органов исполнительной власти задействованы. Одни мы, конечно, ничего бы не смогли сделать. И мы проводим огромное количество совместных рядов с Федеральным службой безопасности. Зачастую инициаторами являются именно они. Потому что они работают по своему направлению, у них есть какая-то информация. И они отрабатывают информацию, обращаются к нам. Мы обмениваемся информационными базами. Мы очень часто делаем запросы к ним, если у нас сомнения в отношении какого-то гражданина. Практически все иностранные граждане, которые обращаются к нам, также проходят проверку по их службе. У нас очень тесное сотрудничество. Потому что главная цель, конечно, и их, и наши – это миграционная защищенность района, защищенность населения. С 2007 года в нашей стране был сделан серьезный шаг по упрощению миграционных процедур. Вступили в силу закон, изменивший разрешительную регистрацию иностранных граждан уведомительным миграционным учетом и изменение в Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, упростивший процедуру получения разрешения на работу и разрешения на временное пребывание иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке. Одна из мер противодействия незаконной миграции – возвращение иностранных граждан и лиц безгражданства, нарушивших миграционное законодательство в страну и гражданской принадлежности, постоянного проживания. Российское законодательство предусматривает такие формы принудительного возвращения, как административное выдворение, депортация или адмиссия. Термины депортации и выдворения часто, особенно на бытовом уровне, употребляются как синонимы. Между тем, суть этих процедур различна. Так, административное выдворение – это форма административной ответственности, которая применяется по решению суда. В свою очередь, оно может осуществляться в форме принудительного выдворения или самостоятельно контролируемого выезда с территории России. Депортация, согласно статье 2 Федерального закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, это принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания, проживания в Российской Федерации. Решения о депортации принимаются руководителем Федеральной миграционной службы и начальниками территориальных органов ФМС России. Депортация, давайте начну с нее рассказывать, это принудительная высылка иностранного гражданина за пределы Российской Федерации в случае, если у него закончились основания для законного нахождения на территории России. Основания могут быть совершенно разные. Например, приезжают иностранные граждане, встают на миграционный учет. Они имеют право встать на почте, в многофункциональном центре и также в органах миграционного учета. Если иностранный гражданин нарушил сроки пребывания в предыдущей свое прибытие на территорию Российской Федерации, то ему миграционный учет сокращается. То есть он обманул государство, он не выехал своевременно, он по почте встал на миграционный учет, но когда документы поступают к нам, мы выявляем таких граждан, мы их предупреждаем о том, что они обязаны покинуть в течение трех дней границу Российской Федерации. Если они этого не делают, их ждет депортация. Тогда им закрывается въезд на пять лет. Еще депортируют иностранных граждан на основании решения Роспотребнадзора. Зачастую иностранные граждане несут опасность для окружающих людей, так как у них какие-то инфекционные заболевания. Роспотребнадзор выявляет таких людей, сообщает нам о них. Мы уже находим этих людей и точно так же их депортируем. И еще об одной категории хочется сказать, которых мы депортируем. Это органы юстиции выносят решения о нежелательности пребывания. То есть иностранный гражданин, отбывающий наказание в органах исполнения наказания, как только он освобождается, точно так же наши сотрудники приезжают, забирают его и везут для пересечения границ, чтобы он ехал на свою родину, там исправлялся. А потом, по истечении этих пяти лет, он может въехать опять к нам, уже законопослушным гражданинам. Вот это депортация. Теперь расскажу о выдворении. Водворение – это санкция, которая наказывает иностранных граждан, которые совершали какие-то административные правонарушения. Ну вот то, о чем мы с вами говорили выше. Незаконно живут, незаконно работают. Тут решение уже выносит суд и выдворяет иностранных граждан. Они точно так же могут въехать по истечении пяти лет. Выдворение мигрантов – одна из мер, которые применяют к нелегально находящимся на территории Российской Федерации иностранным гражданам. Работа по выявлению таковых сложная и объемная, ведется в тесной взаимосвязи ведомств, правоохранительных органов и спецслужб. Только за 2016 год выдворено порядка 500 нелегальных мигрантов из Рязанской области. Теперь в течение пяти лет они не имеют права въезжать на территорию Российской Федерации. Основная задача – это выдворение иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. И сегодня выдворяет наш специализированный отдел оперативного дежурства, группа быстрого реагирования. Порядка 20 человек будет сегодня выдворено. Проблема незаконной миграции довольно серьезная, поэтому и внимание борьбе с нелегалами уделяется очень тщательное. Нелегальные мигранты стараются как можно меньше общаться с населением. В результате возникают национальные анклавы, внутри которых часто встречаются криминальные, в том числе экстремистские проявления. Необходимость противодействия незаконной миграции обусловлена еще и тем, что это явление связано с такими опасными проявлениями противоправной деятельности, как терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, рабство и торговлю людьми. Конечно же, незаконные мигранты не платят налогов. Наша задача сопроводить выдворяемых до границы и передать таможенной службе ФСБ. В принимающих государствах прослеживаются два подхода к преодолению негативных последствий этого явления. Первый состоит в основном в предоставлении возможностей для легализации незаконных мигрантов их отдельных категорий. Второй подход направлен на ужесточение процедур въезда и пребывания в стране, а также на репрессивную работу миграционных органов. В целом, можно сказать, что в Российской Федерации создана комплексная нормативная правовая база для противодействия незаконной миграции. Важнейшая ее составляющая – это международные, многосторонние и двусторонние договоры о сотрудничестве компетентных органов в борьбе с незаконной миграцией. Без взаимодействия государств невозможна эффективная борьба с этим явлением, имеющим трансграничный характер. Проблемы противодействия незаконной миграции невозможно рассматривать в отрыве от других аспектов регулирования миграционных процессов. Вопросы миграционной политики являются одним из главных среди актуальных проблем социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Поэтому государственная миграционная политика Российской Федерации требует не подстройки, а кардинальных изменений. С вами была программа «Вызов принят». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова